Друзья, всем салют! Мы с вами в гараже, и сегодня мы начнем с подарков. Подарков уже поднакопилось, поэтому в трех словах быстро, чтобы вас не задерживать и, конечно же, отблагодарить тех, кто неравнодушен к тому, что мы делаем и нам помогает. Начну я с благодарства Андрею Строганову, который нам прислал экшн-камеру SG-CAM. Я ее не взял, к сожалению, просто забыл с собой захватить. Но камера такая для активных съемок, мы ее планируем устанавливать снизу, чтобы побольше вам кадров снимать где-то в грязи. То есть, чтобы снизу было вам более интересно смотреть. Так что, Андрею, огромное спасибо! Следующий подарок это Гамалий Александр Александрович. Извините, если вдруг я ошибся с фамилиями, он нам прислал комплект вот такой фонариков всяких, очень классных, с лампочками, то есть на подсветку номера, то есть, допустим, это очень нам пригодится. Вот такие фонарики, видите, тоже боковые, оранжевые, там вот внизу вижу. Так что, Александру из Санкт-Петербурга огромное-огромное спасибо! Следующая посылка очень важная от хозяиного Антона Леонидовича. Так, он нам прислал, друзья, абсолютно нового гену. Видите, нам на Урала. Вот, мы его установим и обязательно будем кататься на этом генераторе и уже не переживать, что у нас что-то произойдет. Вот, так что огромное-огромное ему спасибо! Это как никогда нужная вещь. Но еще один подарок, подарок от Паши. Это фонарь Philips 400 ватт. Да, он будет много жрать электроэнергии, но мы его планируем использовать, когда будем красить наши машины. Друзья, еще один факт, почему я решил сегодня снять вот это небольшое видео. Это как информация для вас. Информация очень нужная. Почему? Потому что у нас очень классные новости на канале. Я купил КАМАЗ. То есть КАМАЗ оплачен. Вот, единственное, я не могу ничего вам сказать, что, как, откуда, где, почему. Потому что нас смотрят и конкуренты, которые тоже ищут КАМАЗ. Я боюсь загадывать наперед, но новости хорошие. КАМАЗ есть. И что самое главное, в понедельник, получается, 11 февраля, понедельник, вот этот, который будет, мы едем забирать КАМАЗ. Мы едем забирать КАМАЗ, и я решил снять уникальный контент. Уникальный в каком плане? В том плане, что мы попытаемся его завести там и в прямом эфире. И вы сможете наблюдать за этой движухой. Насколько это вам понравится, я не знаю. Надеюсь, вы меня поддержите тучей-тучей лайков. Надеюсь, нам удастся заснять. Надеюсь, нам удастся запустить этот КАМАЗ. КАМАЗ разграблен, КАМАЗ на лысой резине, но мы попытаемся. Нам будут помогать подписчики, и я думаю, мы справимся. И планируем своим ходом на нем доехать до дома. Насколько нам это удастся, я не знаю. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эту движуху. И самое главное, друзья, где-то примерно в районе обеда будет прямая трансляция. 11 часов. Я постараюсь, насколько нам хватит батарей, скажем так. Я постараюсь вам показать, что мы будем чудить. И это все будет происходить в прямом эфире. Поэтому не пропустите. Понедельник, 11 февраля. В районе, может, 12, смотря во сколько нам вытянут машину из воинской части. Так что не забывайте и не пропустите. Чем мы займемся сегодня? Небольшая работа нам сегодня предстоит. Это установка табличек на Урала. Таблички мы мучились, долго делали. Наконец-то сделали, но решили их покрыть лаком. Почему? Потому что поверхность неплохо очень держится за алюминий, который мы напечатали. Достаточно плохо держится за алюминий. Мы покрыли лаком. Ну, надеюсь, что оно выдержит. Нам предстоит просверлить это все, еще отверстие для того, чтобы устанавливать установочные. Ну, а вот так вот мы их на скотч просто вот так приклеивали, чтобы они не сдувались потоком воздуха при покраске. Поэтому сейчас мы займемся этим. Установим эти шильдики на Урала. И еще посмотрим, что там и как с Уралом. Почему? А, еще, друзья, у нас новый тюнинг для Урала. Решил я переделать насадку. У меня появилась возможность. Есть знакомый, который, ну, скажем так, за определенную плату нам сделал вот такую насадку. Уже двухстворчатую. Двухступенчатую. Двухвыходную. То есть будет вот такой уже Урал. Ну, возможно, это ребячество, но, ну, захотелось мне так сделать. Надеюсь, вы меня не осудите. Насадку пока что устанавливать не будем. Сегодня хотя бы нам успеть, потому что у меня времени очень мало. Я это видео записываю, чтобы вам сообщить новость. Очень приятную. Поэтому времени мало очень. И я сейчас иду переодеваться. Это самая страшная процедура в гараже. Потому что холодно, и переодеться всегда нужно отважиться. Так что погнали. Значит, будем, установим шильдики по-быстрому. Итак, я уже подготовился. Значит, план действий какой? Вот наши старые таблички. Так, инструкция. Вентиляция. Инструкция по пользованию топливного насоса. У нас, который, к сожалению, уже нет. У нас стоит лебедка. Вот, так же. По коробке. Ну, в общем, все эти шильдики наши, да. Наша задача сейчас на новых табличках. Сделать вот эти вот отверстия под заклепки. Вот наша старая табличка. Она выглядела вот так. Масляный насос. А новая у нас теперь будет лебедка. Вот, надеюсь, видно, ребят. Вот, видите. Только здесь нет отверстий. Сейчас мы чико вот так вот перелаживаем. И сверлим. Надеюсь, получится. Просто страшно, если сорвется дрель. Ну, в принципе, нормально получается. Видите? Вот, теперь будет у нас новые таблички. Затем пойдем в Урала. Вот так вот их приклепим, приклепим. И я думаю, будет все хорошо. Вот так этот материал отходит без лака. Видите? Почему-то, я не знаю. Ну, не держится за эту поверхность. Пробовали печатать и на матовой тоже поверхности. И не получалось. К сожалению. Почему-то. Вот, готова еще одна. Надеюсь, там они совпадут. Это раздаточная коробка. Ну, так наша старенькая выглядит. Это новенькая. Дальше. Давление в шинах. Есть. Дорожное покрытие, асфальт, грунт, щебень, пашня. Все очень серьезное все. Так. Вентиляция. Отопление. Все, последняя табличка просверлена. Идем в Урал. Эта табличка не особо так хочет становиться. Вот здесь перелом просто получается. Ну, не совсем чуть косячна. Ну, ладно. Может, она со временем чуть-чуть эту форму примет. Ну, и осталось вот здесь. Вы знаете, друзья, какой-то у нас здесь косяк вышел почему-то. Я не понимаю. Я не знаю, куда вот эту табличку поставить. Сюда она не становится. Сюда тоже. Табличка с раздаточной коробки тоже сюда не становится. Сейчас покажу вам. Вот эта табличка сюда тоже не становится. Видите, разница какая и по высоте, и по ширине. Ну, она отсюда вот явно по поводу коробки. А что здесь стояло, вообще не понимаю. Косяк, короче, какой-то, друзья. Может, там где-то есть еще по давлению. Даже и не знаю, что теперь делать. Ладно, будем разбираться. Два косяка, друзья. Закосячил я, блин. Спешка, как всегда, в общем. Первый косяк, то, что соскочил здесь вот этот. И поцарапал нам, видите. Одну табличку. Ну, нужно будет ее переделывать. Либо старую может поцепить. Видите, она вот эта как раз-таки у нас более-менее такая. Ну, оригинальная. Ну, посмотрим уже. И самая главная проблема. Это вот эти вот. Вот здесь, я не знаю, у меня нет таблички вот здесь. То есть, это я потом вспомнил. Я просил там, ребята, они мне дали вот табличку. Но она, видите, не подходит, эта табличка. Я не знаю, может, она и здесь и должна стоять. Ну, почему-то у нас нет даже крепления для такой таблички. Вот, поэтому подскажите. Если кто знает, буду очень благодарен. Или фотку скиньте в ВК. Куда вот крепится такая табличка? И какая здесь табличка должна быть установлена? Может, у кого есть свой Урал, сфоткайте мне, пришлите, пожалуйста. Буду очень-очень благодарен. Хорошо? Так, сейчас разберусь с печкой. Почему печка не работает здесь, в Урале? Почему? Потому что, возможно, нам придется на Урале ехать за КамАЗом. То есть, ну, как вариант. Надо сделать печечку, чтобы работало. Вот, так что, сейчас посмотрим печку. Итак, скорее всего, обдув у нас не работает, потому что, когда сгорел генератор, то я здесь лазил, шевелил, все. Возможно, там что-то снялось. Сейчас открутим вот эти четыре винта и посмотрим там, внутри, что там может быть причиной. Может быть, предохранитель где-то отошел. О! Вот этот вот на печку, видите? Нужно купить таких еще, блин. Ну вот. Печку. Обдув отремонтировали очень быстро. Это радует. Друзья, в общем, такое видео сегодня небольшое, косячное, не спорю. Я пойду собираться. С собой нужно взять очень-очень много вещей, поэтому времени в обрез. Нужно спешить. И я сейчас побегу брать с собой. Планируем взять клеммы, проводку, шланги, трубки, хомутики, изоленту, ВДшку, топливо, аккумуляторы. Ну, еще не помню всего. Очень-очень много всего. У меня список составлен. Вот, поэтому... Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить. Движуха будет очень интересная явно. Вот. Ну, еще раз напомню вам. В понедельник, 11 числа, прямой эфир в районе между 12 и 3 часами. Ну, то есть, как будет получаться. Вот. Поэтому следите за каналом. Будет прямая трансляция с запуском КАМАЗа с военной части. Всем пока, хорошего настроения и только хороших людей на жизненном пути.